Студенты всех времен и народов всегда были особо активной ячейкой общества. И выплескивали они всю свою энергию не только в знания, но и в спорт. Поэтому появление студенческих спортивных клубов во многих вузах страны не стало сюрпризом. В 2013 году этакие кружки объединились в ассоциацию АССК, которая решила провести целый чемпионат, чтобы дать возможность соперничать различным университетам. Во-первых, он первый, нужно сказать. Первый и, наверное, это такой пробный шар в развитии студенческого спорта на Дальнем Востоке. Во всех университетах есть спортивные команды. Но все это нужно организовать и нужно вовлечь максимум студентов в эту спортивную жизнь, потому что спорт – это здоровье. Чемпионат идет в течение всего учебного года. Сначала внутри вуза, затем во всем округе, а завершаются соревнования всероссийским финалом. В окружной этап уже вышли сильнейшие представители шести крупнейших вузов Дальнего Востока. Для некоторых спортивная встреча с иногородними студентами оказалась в новинку. Я сейчас учусь на четвертом курсе. И вот только сейчас мы достигли такого уровня, чтобы куда-то выехать. Я очень рада. Я как капитан команды по баскетболу невероятно счастлива за свою команду, за то, что мы смогли все-таки выехать, за то, что все труды наши были не напрасны. Видов спорта пять. Минифутбол, волейбол, шахматы, настольный теннис и баскетбол 3 на 3. Выбор дисциплин был рассчитан на новичков. Ведь отличительная черта чемпионатов АССК – любительский уровень. Студентов-профессионалов сюда не пускают. Для любителей мало существует секционных помещений, мест, отделений, в которых бы ребята могли бы просто так прийти, собрать какую-то дворовую команду и позаниматься. Чемпионату еще только два года, он еще совсем молодой. Но я думаю, мы начнем с этих любительских видов спорта, а затем мы продолжим, уже подберем более интересные направления. Всего в Приморском крае на базе АССК официально зарегистрировано три спортивных клуба – АДВГУЭС, ДВФУ и ТГМУ. Создать свою такую организацию можно и нужно, говорят в ассоциации. Тем более, что это едва ли не единственная возможность вывести студенческий спорт за рамки одного своего вуза. Да, может быть, среди этих ребят, наверное, в сборных не появится, но кто-то из них, которые только начинают, в дальнейшем попадут в профессиональный спорт. И именно к этому, я думаю, создаются вот такие ассоциации, такие соревнования. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.